Ребят, всем привет! Доброе утречко! Вы замечаете, что тут произошло ночью? Ночью был дождик. Первый дождик, между прочим, за, ну сколько, наверное, полгода. Такие дела. В общем, я еду заниматься спортом, в хорошем настроении за дождиками. Вернусь, закончу, мы все поедем в Икею. Так, ребят, делюсь своими наработками по поводу протеина. В общем, в первый раз, когда я его попробовала, я вам рассказывала впечатление, что мне совершенно не понравилось. В первый раз я его развела с водой и еле выпила половину порции. В общем, я решила поэкспериментировать и развела его вот с таким вот миндальным молоком со вкусом ванили. И получилось очень вкусно, вот реально земля и небо. В первый раз, ну, было очень сложно его пить. Сейчас я его пью просто с удовольствием. Кстати, я заметила, у нас это миндальное молоко не только я пью, а еще какой-то маленький мальчик дует его с удовольствием. Мне сейчас еле хватило на полпорции молока вылить. Все выдул мне. В общем, развела я себе полпорции. И да, кстати, вы заметили, что я купила себе казеин, а не, как это называется, сывороточный протеин вроде. На самом деле, я когда покупала, я же дилетант, я первый раз покупала, я не обратила внимания, что я покупаю. В общем, купила это. Ну, ладно, что ж поделаешь, выпью это. В принципе, вкусненько. Протеин есть протеин. Я, честно говоря, разницы не знаю, но знаю, что сывороточный протеин как-то более популярный, что ли. Напишите, кто знает разницу, в чем разница. Та-да-да-дам! Приехали мы в Икею. Пока что я одна. Где-то сейчас Ян с Андреем подтянутся, потому что мы ехали на двух машинах. Не стали рисковать. А вдруг что-то не влезет в машину, придется там искать пути, как ехать. В общем, сразу решили ехать на двух машинах. Машину Андрея мы загрузим. Будет у нас грузовиком. А моя машина пассажирская. Вон они идут, мальчики мои. Смотрите, сколько народу в Икее. Вся парковка занята. А она, ребят, огромная, огромная парковка. И мест, ну, почти нет. Кстати, ребят, начала работать еда. Рестораны икеевские. Наверное, они где-то год минимум не работали. В прошлый раз, когда мы здесь были, правда, это было давно, несколько месяцев назад, но все было закрыто. Так, мы примерно прикинули, что нам нужно. Но перед тем, как мы начнем покупать, совершать покупочки наши, мы решили поесть. На входе в ресторан попросили зеленый пропуск показать, но только меня и Андрея я напустили без пропуска. И, кстати, не просто пропуск попросили показать, еще и с удостоверением личности. Первый раз такое везу. Так, ну что, я себе взяла лосося с салатиком. Андрейка себе взял чипсы, то есть картошку фри и шницели. И это тоже Андрея, бутерброд с мясом. Ян сказал, что он ничего есть не будет, будет пить только сок. Так что мы ему взяли сок. В общем, выбираем мы мебель на балкон. Остановились мы вот на таких стульях. Стул, диван, можно сказать, не очень удобный. Сам стул стоит всего лишь 250 шекелей. И подушка, вот эта вот сидушка, она стоит от 145 в зависимости от материала. Вот тут вот разные материалы показаны. Вот это черненько. Черный ты хочешь? Я хочу черненький. В общем, мы остановились на таком чехле, такой сидушке темно-серой. И на черных стульях. И еще возьмем одну такую вот подставку для ног. Чтобы, ну, кайфовать. Кайфовать так до конца. Подставка стоит 150 шекелей. И чехол на нее стоит, наверное, 145 вот из этого материала. Решили еще мы взять такой небольшой столик. Лак. Лак. Неужели, а одна нормальная улака? Да. Кстати, он стоит всего лишь 60 шекелей. Такие цены вообще бывают? Так, спустились мы уже на первый этаж, где продается всякая мелочь. И первым делом взяли виски под стилку. Кровать. Потому что он в последнее время спит на диванах. Ну и как-то нам уже это совсем перестало нравиться. И давно, на самом деле, ему нужно было купить такую подстилку специальную для него. Так что вот, наконец-то купили. Сейчас посмотрю, сколько она стоит. Ян у нас король. Стоит подстилка такая, 325 шекелей. Ну ладно, не дешево, конечно. Но зато собака довольная будет. А главное, мы будем довольны. Так, что ты смотришь, вон там еще растения есть. Андрей только разобрался в грязку, уже присматривая себе новые цветочки, новые жертвы. В общем, смотрите. Андрея тут можно оставить реально часа на два. Гулять по Икее, заниматься своими делами. У Андрея здесь время пролетит быстро, да? В воде с цветами. А где ты нашла золотой стаканчик? Я не нашла, Янчик, золотой стаканчик. А я нашел. Только это не стаканчик, это горшок для цветов. У нашего ребенка начали проявляться какие-то дурные наклонности. Мы не можем понять, откуда этого. Яна в последнее время очень тянет на золото. Золотой цвет. Ему все подавать золотого цвета. В общем, если это было раньше красным, то сейчас это золото. И он все хочет золотого цвета. Вот что с ним делать? Мам. Мам, я все равно возьму. И что ты туда посадишь? Я посадю. Цена. В общем, чтобы не расстраивать ребенка, мы согласились ему купить несколько золотых вещей. В частности, подсвечники на балкон. Также свечки там купили, две штучки подсвечников купили. Полку, я думаю, мы брать не будем, я надеюсь. Вот это вот полка для книг. Она слишком золотая и слишком большая. Да? Да, эту мы уберем. Ну и возьму вот этот стаканчик, горшок, который я взяла. Как Андрей тянет на цветы, так Яна тянет на золото. Берем большую тележку для мебели. В общем, ребят, пришлось там тут переиграть. Некоторые вещи, которые мы хотели, мы не взяли. Потом цвета мы тоже взяли. Другие не те, которые планировали изначально, потому что, естественно, в наличии не было всего, что мы хотели. Ну что, ребят, мы закупились. Вы бы знали, что тут происходит на выезде из Икеи, на месте, куда нужно заезжать, чтобы загрузиться. Мы еще не загрузились. Андрей с Яном стоят снаружи, ждут меня, пока я подъеду, чтобы загрузить в мою машину цветы, там растения. И я уже, наверное, минут 10 стою в этой пробке и практически не двигаюсь. Просто капец какой-то. Ой, в общем... Слышите, что происходит? Народа, конечно, очень много, и нужно, я не знаю, кем быть, чтобы ездить в выходной в Икею. Кем я сегодня была, что поехала в выходной день в Икею и еще потащила Андрея и Яну? Ну, правда, не то, чтобы я потащила, мы с Андреем вместе решили поехать в Икею. Ой, короче, затарились мы пока я тут стою. Расскажу вам на 1870 шекелей. Приеду домой, все, вам покажу, что мы купили. Кстати, я поеду домой сейчас, а Ян с Андреем поедут к дедушке Яна, к папе Андрею, потому что он как раз живет в Нитании, и Икея находится в Нитании, в общем, они его проведают. Ну, а я поеду домой, потому что я, честно говоря, не очень хорошо себя чувствую. Ну, и плюс нужно отвезти цветы, чтобы они не парились в машине. Так, у нас тут вершится красота. Андрей с Янчиком собирают стул. Балкон без этой грядки стал намного больше выглядеть. Мне нравится без грядки, честно говоря. Виски, можно? 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 Это твоя кровать, Виски. Давай, залазь. Давай, давай. Если виски хочешь. Ложись. Давай, ложись, ложись, Виски. Ой, какая у тебя кровать-то королевская. Ну, на меня прыгать не надо. Давай, давай, ложись. Ложись, ложись, лежать, лежать, лежать. Ой, какая кровать королевская у Виски. Посмотрите на Виски. Ой, ты мальчик, молодец, молодец. А рожа недовольна еще. Ну, конечно, с дивана его. Он уже чувствует, как его с дивана выгонять будут. Вот. Ну, в общем, смотрите, какая красота у нас тут получилась. Андрей с Яном собрали. Ну, на самом деле, явно не хватает еще одного такого пуфика под ноги. Вот. И тогда уже будет полная симметрия. Ну, и плюс стол надо будет докупить. Так что в скором времени еще, наверное, придется ехать в Икею. Еще Андрей взял вот этот вот цветок. Типа, что это папоротник, наверное. И две розы. Одна и вторая. Пересадил их уже в нормальные горшки, потому что они были в совсем маленьких горшках. Вот такая вот красота. Так, вот что мы еще купили, помимо стульев на балкон. Давайте вам покажу поподробнее. Купила вот такую вот штуку. Это что-то вроде органайзера для одежды. Я хочу повесить в шкаф у Яна. Помните, я вам рассказывала, что мы хотим избавиться от его тумбочки. Она уже старая, у нее уже еле-еле открывается верхняя полка. В общем, мы хотим от нее избавиться. У Яны очень большой шкаф. И просто не очень удобно было складывать одежду. Там футболки, шортики, вот что-то такое. Поэтому я купила такой органайзер. Мы его повесим там, и я думаю, будет удобненько. И еще взяла две такие штучки. Они подходят сюда, вот в нижние вот эти полочки. Они будут заезжать. Купила чехлы для одежды, для зимней одежды, которые мы храним у нас в шкафу, в бомбоубежище. Ну, то есть мы ее храним. Там куртки всякие, пальто и так далее. На вешалках она у нас висит в чехлах. Чтобы не пулилась, не пачкалась и так далее. Ну, еще купила вешалки, потому что у нас что-то перестало хватать вешалок. Купила вот такие вот свечки. Очень, которые вкусно пахнут. С запахом мороженого и ванили. И для подсвечников, которые выбрала я золотого цвета. В общем, еще такой горшок я себе взяла для цветов золотого цвета. Не знаю, что мы сюда будем сажать. Главное, что золотого цвета. Еще купили мы вот две такие мисочки. Ну, это я для себя купила, потому что я люблю такие большие стеклянные миски. Я в них делаю этот салатик себе. Прям целую миску делаю салат и трескаю. Ребят, на улице 7 часов вечера. И мы вдруг решили, что надо бы нам приготовить что-нибудь на мангале. Пожарить мяско. Но так как мы все такие спонтанные, не можем ничего заранее запланировать, естественно, у нас ничего не готово к этому. То есть у нас нет ни мяса для мангала, нет ни овощей для мангала, даже углей нет. Ну, естественно, что нам делать? Ехать в магазин. Ну, у нас только что наступил шаббат, а это значит, что подавляющее большинство магазинов в округе закрыты. Остался только один открытый магазин. Это русский магазин в Хадере, Кешетамин, по-моему, да, Кешетамин. В общем, туда мы и поедем затариваться. Все открыто. Смотрите, что у нас на улице происходит. Дождик. Дождик. Второй дождик. Первый был этой ночью. Второй дождик за сколько? За полгода, да, получается? Дождик. Красота. Только что до того, как вот за секунду до того, как я достала камеру, был прям такой ливень. Так барабанил вообще по стеклам. Классно. Эх, смотрите, какие заготовочки нас тут ждут. Что мы собираемся жарить на мангале? Андрей себе крылышки взял. Будем есть, естественно, питаем. Сосиски для Яна. Ну и, наверное, мы тоже поедим. А это мне стейк-антри-кот. Моя прелесть. Смотрите, ребят, как получилось. Мне кажется, совсем-совсем неплохо. Сейчас буду раскладывать его вещи сюда. Посмотрим. Пока мы не будем выкидывать тумбочку, подождем несколько недель. Если действительно вот этот вот органайзер приживется, будет с ним удобно, то мы будем продолжать с ним жить, скажем так, и выбросим тумбочку. Если нет, то будем решать как-то по-другому. Но, в принципе, как мне кажется, выглядит очень неплохо. Тут вот видите эти штучки. Полочки выдвижные. Можно сюда всякие носки-трусы сложить. Такие дела. Так, ну что, ребят, я тут разобрала вещи Яна. Так вот сложила их. Посмотрим, как пойдет. Честно говоря, немножечко скептически отношусь, что все будет в таком же порядке, потому что Янчик у нас не сильно фанатичный, блюститель порядка. Поэтому посмотрим. В общем, на верхнюю полочку я сложила футболки. Там вот лежат школьные футболки. Здесь обычные. Здесь кофты с длинными рукавами. Тонкие, толстые. Сюда я сложила штаны. Теплые штаны. Здесь у нас лежат шортики, которые, скорее всего, скоро уже пойдут в ящики, хранятся до следующего лета, потому что уже становится прохладно. А там у нас лежат пижамы. Дальше. Здесь я сложила Янчика нижнее белье и носочки. И здесь я сложила всякие его купальные костюмы и комбинезон еще. Но я не знаю, может быть, как-то по-другому я это распределю. Но пока что так. Вот. У меня на это только вот нецензурная брань вылазит. Такая красота. А пахнет просто обалденно. Ты стоить мой еще не доставал, да? Ты его на десерте поставил? Это, кстати, картошечка. Я чувствую, что она будет просто бомбическая. Выглядит хорошо. Тут у нас сосисочки. Лучок дожаривается. О, еще и сало дожаришь. Хочешь попробовать, как экспериментик? Ой, красота. Ой, приятного нам аппетита. Красота такая. Ням-ням-ням. Кстати, мы смотрим передачу, на которую меня Андрей подсадил. Называется, как там, Купа-Рашид. Купа-Рашид это главная касса про супермаркет израильский. И что-то вроде, знаете, нашей Раши, но только про Израиль. Очень смешно. Прям я подсела. Классная передачка. Да, спасибо. Ребят, я только сейчас осознала, насколько сильно я вырос за это лето. Мы, конечно, с Андреем это видели, но, знаете, не настолько. Я пока перебирала вещи Яна, перекладывала их на новое место. Вот эти вот два пакета я собрала тех вещей, из которых Ян просто вырос. Они ему были в пору вот еще буквально 4-5 месяцев назад. Но вот сейчас ему просто малые вот зимние вещи такие, с длинными рукавами, длинные штаны. Целые два пакета вещей. В общем, да, и не маленьких, как вы видите, пакетов. Будем искать, кому их отдать, потому что тут достаточно много таких неплохих вещей, практически новых, которые Ян даже не успела особо поносить. Так что, наверное, в группе нашего дома дадим объявление, пускай забирают. У нас много в доме детей, которые чуть-чуть младше Яны, так что, возможно, кому-то пригодится. Ладно, ребят, на этой ноте я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. Пока-пока. Мама. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...